Приветствую у себя на кухне. Всем доброго дня. Погода стала свеженькая, то есть у нас даже в Кёльне выпал снег и по этому поводу я решил приготовить один из зимних немецких супов, в основе которого лежат сливочный сыр или кто-то, если желает, может добавить плавленый сыр, лук-порей и говяжий фарш. Начнем. Количество всех ингредиентов вы найдете под видео. Для рецепта мне понадобится картофель, лавровый лист, сливочный сыр, говяжья голяшка. Я беру голяшку из учета того, что у меня просто-напросто нет бульона, поэтому я буду сразу одновременно варить и бульон. Понадобится майоран, понадобится бекон, говяжий фарш, кукурузный крахмал, растительное масло, соль, лук-порей, мускатный орех и перец. Лук-порей обрабатывается следующим образом. Всю зеленую часть я ее убираю, не выбрасываю, я ее просто убираю. Она мне пригодится в дальнейшем для приготовления бульонов. Затем сам лук разрезается пополам, но не до конца, то есть он у нас остается на кочерыжке. И затем он тщательно промывается. Как правило, грязь в луке-порей скрывается вот в этих местах. Этот более-менее чисто, но тем не менее, чтобы вы просто на будущее знали. Как правило, здесь очень много песка. Так, ну промываем его и затем я его нарезаю. Сковороду я уже включил, она у меня прогревается, в ней я буду обжаривать одновременно говяжий фарш и бекон. Так, лук-порей я нарезаю вот такими грубыми полукольцами. Так, в сковороду добавлю растительного масла и обжариваю сначала фарш. Позже добавлю бекон, когда фарш уже более-менее подрумянится. Фарш не солю совсем, так как позже я буду добавлять сливочный сыр, а он имеет в себе очень много соли и также бекон. Поэтому, чтобы мне не пересолить, я не буду делать этого сейчас. Фарш немного обжарился, я добавляю бекон. При обжарке не переживайте, что у вас слишком много жира в сковороде. Я этот фарш отброшу на сито и излишки жира все стекут. Бекон и фарш у меня готовы, я их просто отбрасываю на сито, чтобы избавиться от излишков жира. И что сделаю я еще лично, немного обдам кипятком, ну чтобы ускорить процесс стекания жира. Типяченая вода у меня уже готова, я сразу опускаю шайбы говяжьей голени. Предварительно я ничего не срезаю, ни жир, ни жилы, ничего. Так, ну и отправляю сюда свой фарш. Значит, вот это весь жир, который стек. Отправляю сюда лавровый лист, добавляю пол ложечки соли чайной, пол ложечки, не больше. Так, доливаю еще немного кипяченой воды. Это у меня скороварка, и весь процесс приготовления бульона и приготовления фарша займет у меня с открыванием крышки ровно один час. А я в это время пока почищу картофель. Так, бульон готов. Крышку я сразу открываю. Бульон я для начала пропускаю через сито. Так, далее. Фарш отправляется опять в кастрюлю. Лук отправляется в кастрюлю. Картофель следует туда же. И теперь обратите внимание, сколько у нас сверху плавает жира. Поэтому я все это так и сделал, чтобы я стараюсь при приготовлении своих блюд все-таки количество холестерина немного соблюдать. То есть минимировать, да, насколько это возможно. Так, далее в сито я помещаю бумажную салфетку и начинаю процеживать бульон. Процеживаем бульон полностью. И тот жир, который остался у нас еще не процежен, мы его отбрасываем просто в сторону и отправляем кастрюлю на плиту. И варим суп до полного приготовления картофеля и лука порей. С пореем в свое время я как-то раз попал в неловкую ситуацию. А как именно? Порей был замороженный. А замороженный порей готовить в паракинкомате на пару я категорически не рекомендую. Не совершайте этой ошибки. Он там не приготовится. И если вы работаете с замороженным пореем, то обязательно в кипящей воде довести его до полной готовности. Не думать, что он, ну он дойдет, он не дойдет. Он останется таким же жестким и волокнистым. Имейте это в виду. Не совершайте таких ошибок. Видите уже сколько жира осталось. У нас помимо этого жира, который бы мог оказаться в кастрюле, еще достаточно будет жира, находящегося в сливочном сыре. Так, я поменяю салфетку, потому что она уже толком не процеживает. Это нормальный процесс. Просто она время от времени забивается. Ну, порей почти уже готов. И я развил буквально 40 грамм кукурузного крахмала и загущаю суп. Так, оставшееся мясо от бульона, я его очистил от жилок, от костей, мелко измельчил и добавлю сюда же свой суп. Вы можете этого не делать. Вы можете мясо съесть просто отдельно. И вот теперь я добавляю сливочный сыр. Почему я не добавлял его раньше? Потому что лук-порей содержит в себя очень много кислоты. И я его для этого, чтобы у меня крем, то есть суп сам как таковой не расслоился, а был однородный. Поэтому я его загустил. Теперь я его могу добавить сюда же кислоты. Ничего уже с ним не случится. Суп я еще пока не солил, потому что это последний компонент, который содержит в себя соль. Сейчас я его один раз вскипячу, попробую и только потом уже досолю. Кастрюля, в которой я варю суп, четырехлитровая. Так, ну вот лавровый лист уже можно выбросить, он уже здесь совершенно не нужен. Как я уже говорил, вы можете добавить как сливочный сыр, так и плавленый сыр. Если вы не хотите добавлять ни того, ни другого, то при загущенном супе крахмалом можно добавить сливки. Уже с супом ничего не случится. Он сохранит свою однородную консистенцию. В суп я добавляю мускатный орех. И теперь я его присаливаю. Перчить суп по вашему усмотрению. Вы можете это сделать сейчас, либо можете сделать отдельно в вашей тарелке. Все зависит от того, насколько большая у вас семья и какие у кого приоритеты. Кто что любит, кто что не любит. Дам супу закипеть и он у меня готов. Отключаю плиту и добавляю последний ингредиент. Майоран. Но это если у вас, конечно, есть. Если нету, то нету. Ничего страшного. Но это просто придаст особый аромат. Вот обратите внимание, что суп такой, он не должен быть жидким. Он должен быть насыщенным. Для этого супа я бы, лично я бы взял поджаренный багет или любой другой белый хлеб, запеченный в тостере. Если вам понравилось это видео и этот суп пришелся вам по вкусу, то делитесь им с вашими друзьями. Делитесь также комментариями. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.